провожать его в фабрике не хочу это не работает пока что здесь короче я не знаю что мне делать я взял третьего этого гиганта но у нас все еще остаются проблемы стойте здесь где-то был подъемник хотя это же подъемник сюда как раз под землю магнита торонские шахты везде тут здесь я везде пульта так что в принципе мы можем здесь под землей лазить спокойненько эй дракон ты издеваешься я пошел туда ты идешь туда я пошел сюда ты идешь сюда так а тут еще и суккубка приходит блин тут нигде не обойти а обойти можно все таки а тут гном шахтер забавно ой он призрачный какой-то а тут тоже какие-то придурки может быть вы меня пропустите во у них есть куча пушкарей просто гигантские количество пушкарей это что значит это значит что мы берем пиратов сюда ставим пушкарей сюда так нет вот так вот просто так же шестеренку эту нужно приходовать это ведет я помню куда демонесса какие няшки демонесса они такие аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа я сякая, у меня попочка большая. Ммм. Так, ну это я походу не туда иду, хотя вот подземное море, подземное море, то есть мне может быть туда и идти, но вот как мне так пройти, чтобы было по пути? Ой, тут и демонессы, и кого только нету. А тут пёсили. Как мне это победить, скажите, пожалуйста. Не, я зря вообще на сложном начал, я не знаю, как там на непобедимом играют, но это странно, как по мне. По идее, нужно, чтобы собачки сюда пришли, и тогда мы побежим быстренько. О, руна духа вижу. Можно было бы её забрать. Стойте, а тут я могу пройти? запросто. Это чё, подземное море? Похоже на то. А куда пёсили ушли? Тут нам нужно было что-то набрать. Набрать нужно что-то было. Капец, тут и демоны, и снежные гиганты. Руна маны. И кого только нету. Руна маны. Руна маны это вот то, что, пожалуй, круто. Лодочка. Я убью тебя, лодочник. Трактир, большая рыбалка. О-о-о-о! Сколько их можно здесь накупить? Вот это я понимаю, да. Хватит надолго. Только вот сюда добираться сложно. Блин, зачем я пушкарей купил себе в резервный стэк? Нужно было этих чуваков покупать. Вот, ну, говорили мне, не покупай ты без причины-то. Ой, стой. Вы кто такие? Это наши все. Там сундучало. Ну, хорошо, пусть будут халявные шахтеры. Халявыч. Халявыч это мы любим. Мне бы здесь замок какой-то найти. Вот реально, замка не хватает. Чтобы туда скинуть все лишние отряды. И накупить побольше этих гигантов себе. А, это тоже нейтрал. А я-то думал. Чуваки, может быть у вас есть что-то такое интересное? О, там лес. Суккубус. Может быть, поплаваем тогда? Ой, 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 ой. Так. Думаю, нужно поплавать. С пиратами там. Еще с кем-то. Халявный кораблик тут тем более есть. Но вот если так... Ой! Ой. Хм. Интересно. Не ожидал. Ужас, вас проглотила гигантская рыба. А корабль я себе верну. А, вот корабль есть у меня. Утаем. 29 тысяч. Немного золота. А, конечно, немного. Так, давайте-ка сохранимся. Кто ты такой? Умдар Диген. Ух ты, наконец-то кто-то выжил после кораблекрушения. Теперь мне будет с кем поговорить. А ты кто вообще такой? Разреши представиться, человек. Меня зовут Умдар. Умдар. Я известный философ и мыслитель. Один из лучших ученых Картара, между прочим. Правда, прославился пока что я вовсе не благодаря своим философским трудам, а благодаря тому, что долгое время жил в бочке из-под пива. Но это долгая история. Ну, короче, да, Диоген, все дела. Я теперь породим искатель сокровищ. Очень приятно познакомиться. Ты не поверишь, уже лет пять не удавалось мне с ловичком перекинуться с живой душой. Покажи мне, чего удалось тебе отыскать в этом брюхе. Монашеский пояс. Монашеский пояс. Плюс к морали. Три глотка гномьего пива. Старый башмак. И глиняная миска. Молния. Магия порядка. Значит, это... Не дурно так, конечно. К тому же мы только один раз сюда будем попадать, поэтому... Ну, давайте все скупим. Особенно крысу. Башмак не будем покупать, пожалуй. И молнию. Зараза! Молнию не можем купить, да? Сколько... Хотя... Если парочку выучить... Что там я собирался выучить? Пролив сил, например. И жертва. Жертва, по-моему... Ну, надо ее еще тестить. Сойдет. Ты знаешь, как отсюда выбраться? Конечно, тебе как раз повезло. Смотри, сейчас появится водоворот. Это канал, по которому возможно попасть к жабрам рыбы. А там или проскользнуть в дыхательную щель, или можно попробовать ее глотку пощекотать. Рыба тебя сразу выплюнет. Я уже трижды так из рыбы выбирался. Способ надежный. Прикольно. А что это за история с бочкой? Понимаешь, моя теория основана на том, что только в полном уединении можно достичь высшего понимания себя и окружающего мира. Ну, это типа меня, да? И в доказательство я ищу этого самоуединения. Какое-то время даже жил в бочке на главной площади Торона. У меня даже последователи были. Дигенисты. Тоже жили в бочках. Как ты здесь оказался? Понимаешь, мне постоянно не хватало уединения. Я перепробовал все. Жил в пещере, потом перебрался в гнездо на дереве, в бочке, даже в специальной стеклянной банке. Но вездешние ряли любопытные гномы и мешали полному погружению в свои мысли. Тогда я решил отправиться на необитаемый остров и, пересекая подземное море, был проглочен рыбой, как и ты. Так ты и не можешь отсюда выбраться? Наоборот, выбраться отсюда проще простого. Что сложно, так это сосредоточиться на своих мыслях. В желудке у рыбы постоянно бурчит всякое, отвлекает меня немного. А ты уверен, что у тебя все в порядке с головой? Я смотрю, ты тонкий психолог. Давай, оставайся со мной. Оценишь мои нетрадиционные подходы к научной деятельности. Где мы находимся? Как это где? Неужели сам не догадался? Тебя же проглотил пещерный кит. Мы находимся аккурат внутри его желудка. Это очень древняя рыба. Ей уже не одна сотня лет. Эта рыба охраняется законами картара и занесена в пещерную книгу. Наравне с другими вымирающими пещерными видами. Так что будь здесь поосторожнее. Не порань ее нечаянно. Она тебя проглотила, а ты ее не порань. Да, я знаю, это Степ, короче, над защитниками животных. Давай я помогу тебе выбраться на поверхность. Мой корабль почти не пострадал. Извини, но меня все устраивает. Здесь тепло, почти сухо, и ты вдоволь. Правда, порой поговорить не с кем. Но ведь и суть моего эксперимента полное уединение. А все необходимое мне дает море. Рыба чего только не жрет. Лучше ты оставайся со мной. Извини, но мне уже пора. Так, водоворот. Темный провал уводит куда-то в глубину. Скорее всего, это действительно путь к выходу из рыбы. В жопу, да? Вы хотите направить корабль в воронку водоворота. Тут демоны. О, кержак тут есть. Тут кержак и демоны. Тихо. 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 Так, еще раз подождем, пожалуй. Так, еще раз подождем. Так, еще раз подождем. Так, еще раз подождем. Так, еще раз подождем. Не, нельзя. Так, еще раз подождем. Так, еще раз подождем. Так, еще раз подождем. Так, еще раз подождем. Так, ну в принципе... В принципе, у меня много духа. Я могу потратить на резерв немного и закупиться этими гигантами. На, давайте закупимся этими гигантами. Так, нет. Во. Теперь еще три штучки. Этого должно хватить до конца игры, я думаю. Денег у нас много. Но мы пока что воевать не собираемся, поэтому такие вот тела. Так. 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 Нет, 31. все понятно все понятно эй значит этого обойти мы можем нам нужно обходить вот эту тёлку вот ее сложно обойти я не знаю нужно ли мне в демонис на самом-то деле где демоничка то нужно где-то здесь вот я могу вот здесь нет не могу то есть придется как-то вот так вот обходить так или вот здесь вот здесь вот эй демоничка ай блин почему ты не уходишь иди за мной ковнюшка так блин это просто жесть так я почти пробился я почти пробился во ну что как вам такое дал я демонис смогу ли я этих двух обойти у них эти архимаги какого-то фига почему вы же демоны у демонов откуда-то архимаги так ты можешь загрузиться смотри и и и и и и и и и Е, так, F5. Е, это было. И куда я отправился? О, блин. А, World of Warcraft. Понятно. Вдохновение, все дела. Дренор, да. Демонис. Окей, прямо под таким названием мы сохраним. Здесь должны быть крутые заклинания, по идее. И куча рун, надеюсь, на это. Но, как бы, туда, где драконы, сказано, не нужно идти. Потому что там, где драконы, в мир драконис, или... А-а-а-а. В смысле, так... Это просто восполняет мою ярость, да? О, смотрите, какая хрень. Рэйдж. Чей-то рэйдж здесь. О, черные драконы. Ну, короче, это все же лучше, чем замок Кремлина. Убийца демона. О, сколько драконов. Слушайте. 56 тысяч. 56 тысяч с одного сундука. Черепа тут, крыло. Это что такое вообще? Блин. А, огненные пауки? А, они слабенькие. Во, димонесы. Да. Димонесы. Вы посмотрите, какие они милые. Демон и красавица. Так оно и есть. Вот так, демон. Дальний удар. Атакует кнутом. Соблазнение. Пытается соблазнить вражеских воинов. Да, тоже такое есть. Красавица. Мужчины, гуманоиды, с вероятностью 30% промахиваются. Сраженные красотой девушки. Да, бить по сиськам не очень приятно. Всяких таких демониц таких, сексуальненьких. Так, это какой-то демонический замок, да? Это этот. Тоже, короче. Думкарт. Из World of Warcraft или откуда-то там. Ну, из Warcraft в принципе. Все, пошел нафиг. Я надеюсь, больше здесь никого нету. Мне нужно здесь какой-то корабль найти. И вот смотрите, сколько здесь рун всяких. Обожаю руны. Вижу гномов. Гром. Хей, человек, ты же из Энтори, помоги нам. А чего это вы в клетке сидите? Да пытались мы в замок Магнис проникнуть, чтобы ключ раздобыть портальный. Но нас поймали и в клетку посадили. Вытащи нас отсюда. Конечно, сейчас помогу. Или может демонам отдать. Спасибо за освобождение. Позволь нам присоединиться к твоему отряду. Будем вместе с тобой проклятых демонов рубать. Да, конечно. Блин. У меня куча этих гномов. Теперь. Ой, тут драконы. Не. Драконы, уходите. Черных драконов куча по 12 штук. Это просто ужас. У меня три гиганта. Три гиганта, да. И те, короче, не в армии. Уходи давай. Да, пошел отсюда. Дракон вонючий. Дракон вонючий. О, тут какой-то алтарь. Кровавая пентаграмма. Ммм. И что я там могу сделать в этой кровавой пентаграмме? Можно туда вниз пойти. Можно туда вверх пойти. Пожалуй, я пойду вверх. Заодно вот это подберу. 53 тысячи золота. И нафига я до этого сундуки все собирал? Если здесь гораздо больше. И что здесь? Здесь просто источник ярости. Как-то хреново. Зачем я сюда шел? Ярость не нужна. А там что? Импы. Урал. Тема. Возвращается. Враг не отвечает. Красавчик. На меня похож. А, вот. Тут руна магии. Я надеюсь, это далеко идет здесь. Так. Я не понял, это лава или вода. Здесь, короче, земля из лавы, но на ней вода почему-то. Странно все это. Мне, пожалуйста, или лаву, или воду. Что-то одно. Так, не успели взять. Так, а что тут? Наконец-то ты добрался до моей огненной цитадели. Архидемон Бау. Тебе породим. Я архидемон Бау, правитель шестого дома мира Тимонис. Шестого дома? Это че этот, короче? Догатур какой-то. Что забыл ты во владениях моих? Ты знаешь, что я к тебе шел? Знаешь меня? Говорю. Ничто в этом мире не укрыто от моего взора. Каждый твой шаг известен мне. Я давно наблюдаю за тобой, искатель. Случайно зашел я сюда, извини. Сейчас ты узнаешь, что такое случайность. Властью правителя шестого дома я изгоняю тебя Тайбер породим. Нет. В смысле? А куда это он меня изгнал? Че, прикольное местечко. Смотрите, тут древний амулет, 4 интеллекта, 15 маны и 10 рун магии за 15 побед. А если по-другому ответить ему? Прикольно. Нас Бау изгнал. Так он еще здесь правитель шестого дома какого-то. Так. Пошел нафиг. А, блин. Пробил случайно, нажал. Правитель шестого дома, что значат эти слова? Глупый человек, ты думаешь, этот мир и есть весь демонис? Ха-ха. У нас 12 миров, 12 домов и этот шестой. Ты не представляешь себе 12 колен израилевых. Нафиг. Насколько огромны наши владения. Это за гранью твоего ничтожного понимания. Сколько пафоса. Уж не тот ли ты, архидемон Бау, которого тысячу лет назад убил король Керус? Невозможно убить архидемона, да еще и правителя дома. Да, мерзкий человеческий колдун ударил меня в спину, обманав, усыпил мое внимание. Пришлось немало мне скитаться по нижним домам, прежде чем я снова смог вернуться в свою цитадель. Но этот поход укрепил мой дух и тело. Много полезных знаний и предметов удалось захватить мне у правителей, вздумавших встать на моем пути. Случайно я зашел сюда, извини. Сейчас ты узнаешь, что такое случайность. Властью правителя шестого дома я изгоняю тебя в киберпаратизм. И тут очень интересные места. Мне они нравятся. Конечно же. Тут мы можем купить вот эту штуку в первую очередь. И это надо. Потому что это крутая штука. Значит, вот эти вот. Черный рыцарь. Нежить. Стальная броня. Темный командир. Так себе. Вот некроманты. Ну, все это слишком нежицкое. Вель Пиву. Здравствуй, путник. Судя по всему, ты из мира Эндори. Такие, как ты, здесь редко бывают. В смысле, свободными они в качестве рабов или пищи. Ха-ха. Ты говоришь, что демон словно повидал жителей множества миров. Да простит меня, великий Омгар. Как же ты глуп, человек. Конечно, мир Тимони соприкасается со множеством других миров. И благодаря этому мы, демоны, можем с легкостью создавать переходы, называемые огненными мостами в эти миры, чтобы захватывать новые земли или просто разорять их. Когда-то такой огненный мост был построен и в твой мир, человек. Но его разрушил чародей Керус и убил самого главу шестого дома Пауа, которому пришлось перерождаться заново. Окей. Ну, здесь это реализовано. Хороший ход. Звучит очень-очень. Я даже слов не могу подобрать. И, значит, ты видал много миров, ты воин? Нет, человек. Я архитектор пути. Я разрабатываю и создаю огненные мосты. И, разумеется, я бывал в каждом мире, куда создавал переход. И из каждого принес какой-нибудь ценный предмет на память. Между прочим, ты мог бы мне помочь в создании нового моста. Дело в том, что мой помощник был вызван и сейчас выполняет прихоти какого-то колдуна в захолустном мире. Ты мог бы заменить его, а я тебя накражу. Что же я должен сделать? Я как раз работаю над новым способом настройки мостов. И для этого мне нужно добыть кое-что особое. Яйцо дракона сапфировой скорлупой. Позади моего дома ты увидишь платформу. Она доставит тебя к переходу в Ультракс. Мир драконов. Там ты отыщешь для меня яйцо сапфир. Иди к переходу. Там я тебе скажу, что делать дальше. Хорошо, это должно быть интересно увидеть родину драконов. Но нет, я не пойду туда. Импы грёбаны. Эти импы там бегают, короче. Как бешены. Красота просто. Ну блин, такое создавать. Вы посмотрите, блин, это ж... Ну блин, я бы хотел... А нету какого-нибудь мира, где то же самое? А как туда попасть? Тут что будет, какой-то летающий что-то там? Замок Некси. Ооо, вот это наша будущая жена, возможно. Стяг Саламандры. Друиды. Какого-то фига здесь друиды. И церберы. Ооо, няшка, демоническая няшка. Демоняшка. Это демоняшечка, смотрите какая. Ха-ха-ха, Ксиона. Демон-ключник. Блин. Это что, её жених, что ли? Не, нельзя её давать этому жениху. Хотя у нас тут жена, тоже. Но её можно выгнать ради демоницы-то. Ммм, какой милый человечек, забрёл мой дворец. Привет, красавчик, меня зовут Ксиона. И кажется, я уже почти в тебя влюбилась. Ооо, видите, это любовь с первого взгляда. Меня зовут тебя, Парадим, очень рад знакомству. А уж как я рада нашей встрече, ты представить не можешь. Ты бы знал, милый, как редко в наших краях бывают гости из иных миров, если не считать рабов да пленников, захваченных ради выкупа. Ну уж нет, я здесь по своей воле. Кстати, ну наконец-то мы можем друидов накупить очень много, но мне не нужно. Потому что они не будут конкурентоспособными. Ах, и воля твоя вижу сильна. Ты ведь махни, так ли? Я вижу магическую мощь, бурлящую в тебе. Я вижу, ты не похож на тех грубых и примитивных вояк, что обычно запретают к нам в поисках добычи и славы. Если бы ты знал, милый, как с ними тоскливо. Как не хватает порой одинокой девушки, достойного собеседника, способного понять и дать мудрый совет. Ой, блин, начинается. Мудрость, несгибаемая воля, способность повелевать стихиями и укращать их. Это так заводит. Так бы съел тебя, мой чародей. Прелестная аксиона, ты меня смущаешь. А, точно. Я бы тоже так ответил. Конечно, мой милый, я же демон похоть и страсти, и наслаждения. Неужели ты не слышал никогда о таких, как я? О суккубах? Если нет, то я с искренним удовольствием объясню тебе, что я такое. Блин, сразу, сразу, сразу. Я думаю, ей не стоит так льстить. У меня к тебе пара вопросов. Да, красавчик, что ты хочешь узнать у меня? У меня к тебе нет вопросов. У меня к тебе пара вопросов. И их нет. Так, все, значит, вот это вот все продаем. Продаем. Благословения не продаем. Вот это продаем. И все. А, молнию выучить можно, но не хочу. Огненный шар. Серьезно, свиток огненного шара она нам продает. Мы же можем здесь высадить, кого нам не нужно. Точно. Пираты нам нужны. Наверное, нужны. Вот эти чуваки нам нужны. Наверное, тоже пока что нужны. Три маны, или же четыре интеллекта, пятнадцать маны. Девятнадцать интеллекта, норм. Так, а что у нас с магией, то есть с этим, с перками магическими? Мы можем магию искажения прокачать. И тогда невидимость будет более крутой. Я бы не спешил, хотя хз вообще. Ну, в общем, главное, гномы живые. Все с ними в порядке здесь. Так, давайте-ка подождем. Еще разок сохранимся на Тимонис, допустим, два. Ух, тут много рун. Тут, я думаю... Слушайте, тут чем быстрее ты подальше забредешь, тем более могущественным станешь. Это круто. Так, ключ... Не понял, ты вообще кто такой? Я ключник, личный слуга госпожи Ксионы. Все ключи от всех сундуков и комнат находятся в моих руках. Что тебе нужно от меня? Мои дела не будут ждать. Я бы взглянул на твои ключи одним глазком, может, договоримся? Конечно, если выковать твой глаз и повесить его на мой ошейник, он будет смотреть на мои ключи. А можно подержать какой-нибудь ключик в руках. Если ты прикоснешься к любому из этих ключей, то я умру, а ты займешь мое место. И тысячи лет будешь служить нашей госпоже, охраняя ее ключи. Проклятие ключника сделало меня тем, кто я есть. А ведь когда-то я был одним из офицеров в Баала. Ты хочешь стать рабом этих ключей? Не думаю. Извини, я уже ухожу. Да. Пожалуй, я пошел. Ксиона, ты красавица, конечно. Что это за топоры такие большие у тебя? У Ксионы большие топоры. Демоница с большущими топорами. Эй, давай. Там еще демоница. Странно, оно летает все. Красиво, но странно. О, тут Ууд. Ууд это. Ой, мы не туда, мы не к Ууду прибрались. Так, демоница и шара. Сколько тут этих демониц? Тут больше, чем мужиков-демонов. О, смотрите, какая няшка. По сути, тут, короче, все самые сексуальные телки в демонисе обитают. Может, мусульмане эту игру делали, или я не знаю. Вроде ж, в христианстве женщина считается слабой, но не злопной по умолчанию. Ах, человек, да еще я такой милый, такой добрый и отзывчивый. Ты ведь поможешь попавшей в беду слабой и беззащитной девушке? Ну, конечно. Беззащитная, слабая. С плеткой тут, с крыльями, с когтями, блин, с рогами. Хорошая у тебя прическа. А она, кстати, а почему у нее ухи продолговатые? То есть, непонятно. Демоны, они все-таки не должны так выглядеть. Она выглядит как эльфийка, а не как демоница. Моя благодарность будет безгранична. Я обещаю, тебе понравится. Тебе понравится, да? Помочь девушке с огромным удовольствием. Мне нужно от тебя совсем немного, красавчик. Ты знаешь, кто такие демонессы, мой милый? Мы демоны наслаждения. Мы дарим всем радость и удовольствие. Окунаем в бездну страсти и пробуждаем вкус к жизни. С каждым словом демонесса у вас все сильнее кружится голова и дрожат руки. Глаза и губы соблазнительницы кажутся такими манящими, такими желанными. Держать поводья становится все труднее. До сих пор мои чары действовали безотказно. Многие демоны бросали к моим ногам свои сердца. И некоторые делали это в самом прямом смысле. Но нашел все-таки один демон, который ни в какую не поддается моим чарам. Этот жалкий архитектор путей Асмарей. А, слушайте, Асмадей это какая-нибудь, наверное, фигура историческая. Кто такой Асмадей? Асмадей. Ну, тут Асмарей, но в принципе я слышал именно Асмадей. Имя такое. Понимаешь, милый, я теряю веру в себя. Я начинаю считать себя никчемной, жалкой и уродливой демонессой, неспособной воспламенить страсть в чужих сердцах. Голос демонессы обволакивает вас, и следующие слова вырываются из ваших уст сами собой. Поверь мне, это не так. Расскажи мне, где живет этот демон, и я принесу тебе его каменное сердце еще теплым. Спасибо тебе, человек, мне не нужно его сердце, мне нужна его любовь. Помоги мне вернуть веру в себя, помоги завладеть мыслями Асмарея. Его башня находится недалеко отсюда, на соседнем острове. Ишаря, сделаю все, что в моих силах, и даже больше того, не сомневайся. Зовник граманта. О, портал демонов! Это лучшее заклинание. Стоп, он... Ну, еще гейзер есть. Учим, 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 учим. Это хаос, да, это магия хаоса. Да, у меня есть портал демона. И сразу же мы можем... Да. В общем, качаем магию хаоса. Портал демонов, это круто. Там этот дракон. Башня архитектора путей. Ага. Одарение очередное. 120 лидерства, вот видите, дается здесь. А, кстати, жареную крысу надо сожрать. Точно. Использовать. Все, теперь у меня дофига ярости, дофига маны. Сотня маны уже. Практически. А, вот она, смотри, этот. Че-то мы долго к нему летели. А, смотри. Задумчивый демон склонился над какими-то чертежами. Он увлеченно работал, вычерчивая когтистым пальцем пылающие руны прямо на куске кожи, на котором была изображена какая-то схема. Хм-хм. А, великий имгар, кто здесь, кто мешает мне творить пути? Здесь, между прочим, решаются судьбы миров. Извините, я хотел узнать, может у вас я смогу пополнить свои припасы? Ты отвлекаешь меня от важной работы, человек. Я ничего не даю, не покупаю, не подаю милостыню. Если ты умеешь читать рунную кабу, то можешь прочесть специальное предупреждение ухода. Я занят, не мешай мне. Прости, уважаемый, а что это за важное дело, от которого ты не можешь оторваться? Ты стучишься в мой дом и даже не знаешь, куда пришел, разреши представиться человек. Я Асмари, архитектор путей, причем один из лучших. Если ты не знаешь, что это, то я могу тебе немного объяснить. Архитекторы, весьма уважаемые демоны-маги, способные создавать пути мы, их еще называем огненными мостами. Это переходы в иные миры. Каждый такой переход уникален, и повторить его невозможно. Ты видишь, насколько важен и кропотлив мой труд. Так что уходи и не мешай мне. Извини, но если ты и есть Асмари, то у меня к тебе пара вопросов. Я пришел к тебе от Ишары, не гнивайся. Ишары тебя послала прелестная Ишара? Что прекрасно Ишара хочет от меня жалкого архитектора? Понимаешь, Ишара очень нервничает из-за тебя. Все ее попытки соблазнить тебя безуспешны, и она начинает сомневаться в своей привлекательности. Судя по всему, она очень страдает. Страдает это хорошо, просто прекрасно. Видишь ли, я влюблен в нее просто безумно. Но у нее столько поклонников, куда уж мне с ними дергаться.